И снова, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. Да, в данном видео, так же, как и в последующем, мы с вами на некоторое время отложим в сторону тему о великих азербайджанцах, а поговорим на иные, не менее важные темы. В частности, в данном видео я вынужден буду продолжить разговор о жестком ответе на комментарии, которые оставляют русские нацисты под моими видео. А также отвечу на некие недовольства, которые озвучивали некоторые представители узбекского народа в отношении того, что им показалось, что я разделяю тюркский народ. Это не так. Но об этом чуть позже. И третья часть этого видео будет посвящена, как ни страна армянам. Ну что ж, заинтриговал? Тогда приступаем. Русские нацики – удивительная, а явно искусственная структура. Она очень удобно управляется определенными системами в России. Я бы не сказал, что эти системы находятся где-то высоко в Кремле, но тем не менее они занимают достаточно ответственные посты. Почему я в этом уверен? Потому что, обратите внимание, и вот сейчас, когда я буду говорить, я поневоле отвечу тому самому узбекскому своему зрителю, который испугался, что я разделяю народы. Обратите внимание, как русские нацисты, когда необходимо определенным структурам в России надавить на Азербайджан, либо азербайджанский народ, обвиняют в росте преступности именно азербайджанский сегмент граждан России. Когда необходимо, наоборот, погладить по голове, наоборот, нам говорят, ой, какие культурные представители азербайджанского народа есть в России. Интересно. Когда необходимо надавить на Узбекистан, на Кыргизию, на Казахстан и даже на народы, проживающие внутри России, например, Лизгин, очень умело определенные силы переключают внимание русских нацистов на тот или иной народ. Вот. Грязные игры ведете, товарищи. Очень грязные. То есть, нету преступности глобальной у узбеков, у азербайджанцев, у Лизгин. Это всего-навсего манипуляция. Грязная, противная манипуляция. И еще неизвестно, чья преступность больше, например, русских в Америке. Почему-то об этом все молчат в России. Может быть, об этом стоит поговорить? Как ваши россияне позорят очень часто Россию в Соединенных Штатах и в Европе. Не хотите? А зря. Впрочем, не будем об этом. Теперь я вернусь к тому самому узбеку. Насколько ты понял, дорогой мой зритель из Узбекистана, я не делю народы, тем более тюркские. Мы останемся братьями. Я просто решил указать россиянам, что не стоит играть в грязные игры. Они могут обернуться плохо, прежде всего для самой России, чего мы не хотим. Ведь там проживают, в Российской Федерации, немало тюрок, которые пострадают по неволе. Как-то так, дорогие друзья. Но о причем, если здесь армяне, спросите вы. А вроде бы об армянах речь не шла. Но я оставлю ссылку на то самое предыдущее видео, которому посвятил данное видео. И я прошу вас не только прослушать, тире посмотреть предыдущее видео, а в большей степени обратить внимание на комментарии, которые оставлены под ним. Как армяне вдруг, внезапно, решили заступаться за русских нацистов. Это те самые армяне, которые ужасались, когда россияне, те же самые русские радикалы, называли армян хачами. С пренебрежением, отряхивая пыль или подставляя ногу, чтобы армянин почистил сапог. Забыли, армяне? Забыли. Мы напомним. Мы также напомним, как вы, в общем-то, всегда заигрывали с русскими неонацистами. А кто дал статус беженца Шишкину? Одному из основателей русских маршей. А чем другом был Лимонов? Глава национал-большевиков. Да, он был другом Армении. Хотя, чему удивляться? У вас же в героях генералы вермахта, Дрока Наяны. Про Нжде я промолчу. Уже надоел, набил оскомину. Как-то так, дорогие друзья. Ну, а в следующем видео мы с вами, как я и обещал, поговоримте с вами о победе Трампа на выборах. И во что это все выльется. Всем удачи. А русским, хочу напоследок сказать, знаете, вы очень предсказуемы. Когда я обратился к русским нацистам, русские нацисты стали тут же снимать маски. Примеряя я эту маску почему-то на себя. Жду реакции. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok